Райд-центр Мамонтово и краевую столицу Барнаул разделяют 180 километров дороги. Это примерно два часа комфортного пути на автомобиле или около трех с половиной менее комфортных на автобусе. Скоро пассажирский транспорт для жителей Мамонтово может стать еще менее комфортным. Ждать автобус придется на улице. Здание автостанции станет магазином. Нынешний владелец объекта отдал его предпринимателям. Причина материальна. Хозяин посчитал, что содержание вокзала приносит прибыли куда меньше, чем можно получить от его разовой продажи. Она ему давала какие-то небольшие доходы. По его словам, это 50-100 тысяч в год прибыли. Это не так много, согласитесь. Содержать надо ее, ответственность, забота и так далее. Теперь свалились требования по транспортной безопасности. И он посчитал, прикинул, зачем мне это надо. Первопричина такой ситуации не только корысть. Большинство вокзалов и станций не так давно обзавелось новым определением – убыточное предприятие. Впрочем, предшествовало этому вполне оправданное положение. Вокзалы в большинстве своем не соответствовали требованиям безопасности. Они не были оснащены камерами наблюдения, ограждениями, а крупные станции еще и металлоискателями. Раньше доходы, хоть и небольшие, автопредприятия могло получать от пассажирских перевозок. Сегодня соблюдение новых требований безопасности обернулось для мелких автовокзалов неподъемной суммой. Выгоднее продать или перепрофилировать затратную недвижимость. В Мамонтово вокзал в традиционном понимании все-таки будет стараниями властей. Мы сейчас работаем с администрацией муниципального района, с тем, чтобы найти более-менее применимое помещение. Пусть оно не на самой главной улице, но о пассажире думать надо. Похожим способом решилась ситуация и в Угловском районе. Там автостанция тоже была продана – крупная розничная сеть нашего региона. Но администрация и собственник нашли компромисс. Часть здания теперь занята торговыми площадями, но остались и вокзальные помещения. Это был первый случай, но для многих он показал путь выхода из проблемной ситуации. Срок окупаемости вот этих проектов, он огромен, он на десятилетия вперед. А деньги-то нужно взять, вот скажем, в ближайшее же время. Сельское предприятие – это все-таки сельское предприятие. И далеко нет того количества пассажиров, которые были в 70-е, 80-е годы, когда это все строилось и под то количество пассажиров рассчитывалось. В некоторых поселках, таких как пограничная с Новосибирской областью Тольменко, падающий спрос к пассажирскому транспорту не так актуален. Ко всему прочему, поселок большой по площади, расположен некомпактно, а значит, востребованы внутренние перевозки. Близость к Барнаулу увеличивает спрос на автобусные переезды. А самое главное – автовокзал остается дотационным. Изредственно, переход к новой системе безопасности ищут в местном бюджете. Руководство автовокзала Заринска думает тоже не столько о выживании, сколько о прибыли. Здание содержит частное предприятие. Вокзал востребован, но расположен не очень удобно. Львиная доля пассажиров отправляется от территориально более удачного железнодорожного вокзала. Как результат, и там, и там о прибыли говорить не приходится, но и о закрытии речь не идет. Пригородные перевозки, соответственно, продают билеты с помещения, которые они арендовали в железнодорожном вокзале, и поэтому, можно сказать, отделились. Я считаю, что объединив вот эти усилия, значит, всех перевозчиков, которые приезжают, вот, уже, соответственно, гораздо легче. Мы так прикидываем, для автостанции это объем работы для средней в 300-400 тысяч рублей. Ну, даже вот таких, казалось бы, относительно небольших денег, их просто нет сегодня на автостанции. Многие автостанции сегодня просто требуют элементарного ремонта, не то, что там какие-то там видеосистемы ставить. Крупным предприятиям, таким как Барнаульский автовокзал, несколько проще. Пассажиропоток стабильный, да и способов заработать на дополнительных услугах больше. Руководители вокзалов считают, что продажи каких-то сельских автостанций не избежать. Идти на компромисс с муниципальными администрациями хотят далеко не все владельцы. Поэтому разбираться с каждым конкретным случаем в отдельности приходится властям края. Так соглашение о сотрудничестве заключили управление Алтайского края по транспорту и некоммерческое партнерство автомобильные перевозчики Алтая. Тесно взаимодействовать с владельцами этих, значит, находить какие-то там консенсусы, взаимоприемлемые решения и очень тесно с ними работать, с тем, чтобы сохранить эти пункты отправления, эта задача, она очень актуальна. Стороны взяли на себя взаимные обязательства, которые помогут избежать повторения ситуации в Мамонтово. При хорошем финансовом климате для автовокзалов зависеть от хорошей погоды на улице люди уже не будут. Вот.